Hi everyone! С вами Ева Лорман. Ну что, есть предположение, что мы сегодня плетем? Или может уже усы подстрижем? Нет, плетем и сегодня корону примерно такого фасона. Расчесали волосы и с правой стороны выше виска отделяем прядь у краевой линии роста волос. Такую же прядь берем именно у виска и этой прядью обвязываем первую прядь обычным узлом. Затем эти пряди мы должны соединить, делаем к ним подхват и этим подхватом обвязываем обе эти пряди обычным узлом. В процессе плетения, пока пряди наши находятся в работе, мы должны откорректировать симметрию, то есть размеры узлов должны быть одинаковыми между собой, расстояние между узлами должны быть одинаковые и ширина подхватов также должна быть одинаковой. Так и продолжаем наше плетение до середины затылка и фиксируем резинкой. То же самое делаем с левой стороны. Выше виска отделить прядь у краевой линии роста волос, у виска отделить прядь и этой прядью обвязать первую прядь обычным узлом. Соединить две эти пряди, расчесать, подтянуть и таким образом дальше делать к этим прядям подхват и этим подхватом обвязываем обе эти пряди узлом и идем до середины затылка. То же самое, смотрим на размеры узлов, на расстояние между узлами и на ширину подхватов. Они все должны быть одинакового размера между собой, должен быть четкий ритм и в итоге наше плетение будет выглядеть корректно. У данного вида плетения, как и у предыдущей прически, есть свои плюсы. Это быстрота, простота и эффектность. Особенно хорошо подходит для детей непосед, которые не могут высиживать долго, пока мы будем заниматься их волосами. В процессе плетения мы обязательно корректируем, доплетаем до середины затылка, корректируем, дорабатываем, украшаем декоративными элементами. С вами была Ева Лорман. Bye-bye, everyone! Подписываемся на канал, девочки, подписываемся!